Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о людях в белых халатах. И это не обязательно медики. Химики, лаборанты, специалисты по контролю качества. Взять пробу, определить содержание металла не так просто, как кажется. А главное – успеть вовремя передать данные, чтобы в переработку пошло правильное сырье. Определиться с будущей профессией Ирине Чернышовой помог любимый школьный предмет – химия. Таблица Менделеева, колбы и реакции зачаровывают девушкам. Поэтому перед выбором специальности она долго не раздумывала. Я всегда хотела, чтобы моя профессия была связана каким-то образом с химией. А эта профессия, вот именно на какие-то вот, то есть, есть присутствие химии. Ну, показалось достаточно интересной. Сам процесс, технология обогащения очень интересна. То есть, все вот эти процессы, какая-то последовательность определенная. Интересно. Вот на фабрике, это, не знаю, мне прям дух захватывает, когда я там находилась. А практику, когда проходили, это было, правда, очень интересно. Измельченную руду смешивают с водой и каждые 30 секунд добавляют нужные реагенты. Под их воздействием ценный компонент поднимается пеной, которую снимают и высушивают. Для наглядности вся реакция транслируется на экране. Такие процессы становятся частью трудовых будней не только обогатителей, но и другой, похожей профессии, о которой мы сегодня и расскажем. Лаборант химического анализа. Получает информацию о химическом составе или химических свойствах тех или иных образцов жидкостей, газов, паров и твердых веществ. Осуществляет контроль качества сырья и готовой продукции в разных отраслях промышленности. Проводит всевозможные научные эксперименты. Лязат Бэма Гамбетова специалист службы контроля. Она не работает с пробирками и реагентами. Ее задача взять пробу и обработать материал. Жидкий концентрат контролер приносит в лабораторию каждые полчаса. Смесь просушивают, измельчают и делят. Из 50 грамм на анализ отправляют только 10. Мы служба контроля качества. Нам нравится тем, что вот эта работа, что мы следим за процессом, за технологическим процессом. Чтобы было все качественно это сделано. Сам процесс отбора вот этих проб, это ходить, отбирать. Мы отобрали там крупную фракцию, принесли сюда, измельчили и она получилась уже мелкая. Анализы это самая главная часть в этой профессии, в этой организации. Это анализы. Мы должны выпустить качественный, хороший концентрат. Обработанная проба попадает в химическую лабораторию. К Светлане Верхоглядовым. Женщина два года в этой профессии и всю методику знает наизусть. Из 10 грамм микса ей понадобится только 1,1 грамма. Эту часть растворяют с кислотами, охлаждают и тетруют. Когда малиновая жидкость становится белой, процесс завершен. По израсходованному объему реагента считают содержание концентрата. Для меня это новый метод анализа. Интересно познавать что-то новое. От того, как мы точно, внимательно проанализируем, зависит точность результата. Нравится, что в лаборатории всегда светло, уютно, по-домашнему. В заключении от тетравания у нас раствор от темно-малинного цвета переходит в белое. Это значит, что тетравание закончено. И, конечно, всегда интересно уловить тот момент, точность, потому что каждая капля, если ты перететравал, это уже десятки, может быть, разница. Работа лаборанта – это не только колбы и опыты. Нужно еще подготовить оборудование и инструменты. Конечно, медицинский и химический лаборант не совсем одно и то же. Но цель у всех одна – правильная работа организма. Даже если это организм не человека, а целого предприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова